Казахстан И вот как сейчас происходит процесс перехода, мы поговорим об этом сегодня в программе в прямом эфире. Здравствуйте. У нас в гостях заместитель руководителя управления образования Алматинской области Жанна Алмагдановна Сулейменовна. Здравствуйте. Вот на пути к новому всегда есть сомнения и страх. Может поэтому у родителей сейчас есть некая паника и по WhatsApp мессенджеру гуляет смс-сообщение. Давайте сначала послушаем родителя. Я хочу удалить из телефона приложение Zoom. Сейчас только по телевизору видела во время официальных новостей внизу шла бегушка, что через программу Zoom хакеры снимают деньги с карточки. У меня в телефоне имеются приложения нескольких банков. У меня несколько карточек. Поэтому я удаляю Zoom. Придумайте другой вариант. Через Instagram или WhatsApp выходите, выбирайте программу Darren или другие. Но по Zoom мы заниматься не будем. Сообщение гуляет по WhatsApp. Хочу напомнить нашим телезрителям. Программа сегодня выходит в прямом эфире. И наш телефон студии 400109, код города 87282. Также на ваших экранах есть номер WhatsApp мессенджер, куда вы можете отправить свои сообщения уже в письменном виде. Я бы хотела сказать, что у нас очень много образовательных платформ и очень много разговоров ходит вокруг приложения Zoom. И родители у нас жалуются на то, что якобы хакеры взорвут или взломают, снимут с карты. Но я думаю, каждый пользователь знает, что не надо нажимать на те ссылки, которые вам неизвестны или которые вам непонятны. И не надо давать свои данные. То есть это данные ЕИН или карточки. Поэтому я думаю, если все эти меры предосторожности будут приняты, то никаких проблем нет. Теперь надо сказать, что в области у нас детей 411 036 на сегодняшний день 54,1% это будут у нас идти посредством интернета, а 45,9% будут идти посредством телевидения. Вы знаете, республиканские каналы ЕЛЕРНА БАЛАПАН, которые будут отвечать на двух языках. К этому подключается областное региональное телевидение ЖИЦУ. Также мы понимаем, что будем использовать курьерскую почту, которая есть у нас в республике, КАСПОЧТА. Поэтому я думаю, проблем не будет. И единственное я хотела бы сказать уважаемым родителям, что это первый опыт в республике Казахстан. Никто с этим ранее не сталкивался. И поэтому я думаю, что нет нерешаемых вопросов, нерешаемых проблем. Каждому ребенку будет точный подход, индивидуальный подход. Это задание получили районные и городские отделы образования. Так что наша задача, чтобы ни один ребенок не остался неохваченным обучением. Но основная часть будет заниматься по этой платформе ЗУМ. Или сколько процентов? Или это на выбор? Это на выбор. Вы знаете же, у нас очень много образовательных платформ. Это и Дарн Онлайн, и Кунделек, и Блимленд, и Гугл Классрум. Очень много, в том числе и ЗУМ. Поэтому я бы хотела объяснить, что многие родители понимают, что дистанционное обучение – это будет онлайн обучение. Это не так. Есть очень много видеоуроков, которые разработали Министерство образования. По нашей линии управление образованием разработало на сегодняшний день 159 уроков для всех классов по разным предметам. То есть это готовые видеоуроки, которые могут отсылаться ребенку с комментариями, что надо сделать, просмотрев этот видеоурок. И могут использоваться разные мессенджеры и разные приложения. Не надо думать, что учитель и ученик будут сидеть все время в онлайн режиме. Это невозможно. Вы сами понимаете, что по республике более 7 миллионов детей. Если одновременно все подключатся к интернету, то ни один интернет не выдержит. Вот вопросы телезрителей сразу же начали поступать. И здесь сразу задают вопрос. Как нам быть? Нам сказали, что ЗУМ – это платная платформа. Кто, правда, сказал, они пишут. Да, очень много было вопросов. Я накануне у вас тоже была на прошлой неделе, правда, на казахском языке был прямой эфир. Вы запали на онлайн программе. Все время даем комментарии. Очень много вопросов. Я хочу объяснить. Родители и учащицы должны быть спокойны. Все образовательные ресурсы, они бесплатные. Об этом позаботилось Министерство образования. Они отработали со всеми операторами республики, которые есть в нашей республике. Поэтому проблем никаких не будет. Все будет бесплатно. Хотим успокоить наших телезрителей, которые задают. И вот уже не один вопрос. Все они касаются платного ЗУМа. В целом, вообще провели уже пробные уроки. Все родители и учащиеся всех школ Алматинской области попробовали позаниматься дистанционно. Какие результаты? Что можете сказать? Вы знаете, 1 апреля это по линии Министерства были организованы пробные уроки. Мы накануне уже после 20 марта начали отрабатывать. Разработали, как я уже выражала, свыше 159 готовых видеоуроков для преподавателей различных предметов. И надо сказать, что результат был неплохой. Я сама лично беседовала со многими родителями, спрашивала с учащимися. В принципе, они довольны. Но, несмотря на это, мы исходили из реальных событий, из реальной ситуации. О том, что республика большая, Алматинская область большая, простор ее огромный. У нас очень много школ, которые находятся в отдаленных селах, приграничных зонах. Поэтому оптимальный вариант, вот мы решили такой, что 54 и 1 целое это будет через интернет. Все остальное будет покрываться телевидением. Три канала, плюс к этому еще идут радио. Хазахстан радиусы и радио классик, которые будут давать аудиоуроки. То есть, возможностей очень много. И есть выбор у учащегося и у родителей. Готовые аудиоуроки имеются? Готовые аудиоуроки уже давно разработаны. Это будет вещать Казахстанское радио, которое я уже перечислила. Вот говорят, после пробного урока мы столкнулись с трудностями. Это, во-первых, у нас система все время зависает. Во-вторых, сложно найти подходящие материалы по нужному предмету в электронной библиотеке. В-третьих, нет хорошей платформы для онлайн-трансляции занятий. Я думаю, это, наверное, немножко лукавит или не совсем верная информация, как я уже сказала. И мы, учитывая, скажем так, местные условия, решили, что у нас будут к интернету подключены районы и центры везде. И города, три города, которые вы знаете, где в интернете мы можем не сомневаться, они могут выдержать нагрузку. Но, значит, остальная часть, практически 50 на 50 у нас идет, будет покрываться обучением через телевидение и курьерскую почту, которую организуют наши школы, районные отделы и городские отделы образования. И надо сказать, надо отметить наши впечатления, которые вызвали сами волонтерствовать, которые вызвали быть курьерами. И для этого создаются все условия. То есть условия карантинового характера, то есть это перчатки, маски, это специальные ящики, где будет лежать ущербный материал, и обеспеченность транспортом. Потому что наша задача дойти до каждого ребенка. Что будут делать те дети, которые находятся в самом отдаленном, их ввозили в другие школы? Вот об этом мы и говорим, что не только те дети, которые будут смотреть телевидение. И у нас есть еще на сегодняшний день 173 ребенка, которые находятся на отдаленных крестьянских хозяйствах, фермах. Вот к ним точно будет завозиться учебный материал. Я, как выразовалось ранее, у нас готовы курьеры. На сегодняшний день 4230 курьеров по области. У нас, вы знаете, 760 школ, если можно разделить там грубо, то вы понимаете, что в каждой школе минимально 6-7 человек у нас готовы, которые привезут учебный материал с заданиями, потом обратно они его будут забирать через определенные сроки. Вот еще один вопрос. У нас нет интернета. Я многодетная мать-одиночка, у меня пятеро детей и нет компьютера. Как быть? Вы знаете, на сегодняшний день мы раздали 10461 компьютер детям. Также у нас была некоторая часть учителей, у которых не было компьютеров. Это 1992 они все получили. Наши учителя 100% обеспечены компьютерной техникой, потому что они должны свои материалы отрабатывать в компьютере, распечатывать, отсылать и так далее. Поэтому все дети, которые нуждались в компьютерах, и где есть необходимая сеть, скажем так, есть подключение к интернету, они у нас обеспечены. Что касается вот таких вопросов, то у нас уже где-то неделю работает в штатном режиме колл-центр во всех районах. Там сидят по три человека в каждом районе. В управлении образования есть. И в центре молодежи у нас тоже сидят три специалиста. И все вопросы такого характера. У меня только один телефон или один компьютер. Вот вчера была ситуация с городом Талдыкурганом. Позвонила родительница, которая сказала, что четверо детей, одна воспитывает, получает ТСП. Вот мы передали со школы ноутбук, чтобы была возможность у ребенка заниматься и не зависеть от одного телефона. И таких вопросов много, и на сегодняшний день по необходимости, сколько нужно было раздать, мы раздали. Там, где будет идти телевидение, там компьютер не нужен. Там, где будет идти бумажный формат, 173 ребенка, тем более компьютер не нужен. Поэтому на сегодняшний день вот такая ситуация. И еще один вопрос. Говорят, тоже многодетная мать, которая имеет всего двухкомнатную квартиру, как они будут все дети школьного возраста? Как мы, говорит, будем заниматься? Как вам смысл? Если они будут трое детей до обеда, трое. Если после обеда будут заниматься, комнаты две. И как в таких случаях осваивать программу? Вы знаете, я человек, скажем так, не старой формации, но я человек, который захватил советские времена. Получал образование, вуз. Я думаю, в то время у нас у детей, я тоже из большой семьи, шестеро детей, у нас не было своих комнат. У каждого ребенка в отдельности. Мы прекрасно уживались, 8 человек в трех комнатах. Занимались, ходили на уроки, успешно закончили и успешно состоялись. Я думаю, дело, наверное, не в квадратных метрах. Дело в желании, в понимании родителя помочь своему ребенку. Сесть перед телевизором, либо получить задание по WhatsApp, либо же получить задание через электронную почту, выполнить его, помочь ребенку. Ну, надеюсь, такая возможность у них будет. Может быть, первые уроки, может быть, будут сложными? Да, конечно. Я понимаю родителей уважаемых, я понимаю их страх. Это первый опыт, я еще раз повторюсь, в республике. Мне кажется, важно сейчас спокойствие и понимание, и желание помочь своему ребенку и помочь учителю. Потому что учитель, родитель и ребенок – это единое звено. Скажите, пожалуйста, хорошо, школы будут заниматься, мы о плюсах, о минусах чуть позже поговорим. Скажите, пожалуйста, как будут онлайн, ну вот в дистанционном режиме заниматься музыкальные школы? И они же тоже перешли вот на этот процесс? Дистанционное обучение, но вот именно музыкальные, спортивные учреждения образования предполагают, что они будут размещать небольшие видеоматериалы, да, в помощь ребенку, учащемуся, чтобы он мог заняться зарядкой, физкультурой, какими-то упражнениями, либо же изучить какую-то песню, либо же видеоролик, который показывает лучшие произведения искусства. Это может быть Ренессанс, Барокко, это средние века, современные, модернизм и так далее. То есть это познавательное, потому что основные предметы у нас будут идти через интернет и через телевидение. Все, что касается доп. образования или предметов, таких как физкультура, военная подготовка, технологическая подготовка, художественные уроки – это все будет идти вот в таком материале, в такой подаче. Дорогие телезрители, если вы на WhatsApp-мессенджер пишите свои смс-сообщения, будьте добры, наберите голосовые сообщения, мы не можем выдать в студию, поэтому прошу не отправлять. Если хотите напрямую задать нашему гостю свои вопросы, позвоните по телефону 40 0109, код города 87282. Тут вот, видишь, по музыкальной школе, вот ребенок должен заниматься на инструментах. Я не хочу пропустить, отстать от программы. Видимо, родители-то пишут. Как нам быть, как они будут играть на этих инструментах в дистанционном режиме? Сможет ли проследить учитель, педагог по музыке? Да. Ну, вы же сами понимаете, ребенок, который занимается музыкой, он обязательно имеет дома инструмент, не только в музыкальной школе, потому что даже в обычном штатном режиме, если он посещает дополнительное образование, значит, он приходит домой, закрепляет, разучивает все то, что задает его руководитель. Поэтому, я думаю, дело здесь не в инструменте, дело здесь в желании и в понимании. Ну, родители постараются, надеюсь, помочь своим детям, чтобы как-то освоить эту программу. Скажите, пожалуйста, вот еще возмущение, не то что возмущение, а беспокоенность родителей, которые говорят, не будет практических занятий. Как теперь они могут сдать экзамен, который именно выпускные классы? Как вот у них без практических занятий? Я поняла вас. Практические лабораторные занятия также выложены в образовательных платформах. Они у нас есть. И предметник может ими воспользоваться и провести эту лабораторную работу, которые будут учащиеся, которые подключены через интернет. Что касается вот 11 классов, я понимаю, забота с родителями, но я еще раз повторюсь, что сейчас у детей есть возможность бесплатно тестироваться. То есть доступ есть, бесплатный доступ для детей, который будет заканчивать 11 классов. И я думаю, естественно, каждый ребенок, помимо того, что бесплатно тестироваться, он должен дома самостоятельно заниматься, если он решает вопрос своего будущего поступления в ВУЗ. И, естественно, это при помощи своих родителей. Элементарно родители должны создать условия, наверное, и хотя бы проследить за тем, чтобы выпускник 11 класса действительно занимался уроками. Очень много вопросов поступает по поводу хакеров программ. Других просят, вот задают вопрос. В других программах не смогут взламывать, вот как взламывают Zoom? Разъясните, пожалуйста, чтобы родители не волновались. Я думаю, родители не должны волноваться. Почему? Потому что эта нынешняя ситуация, она на контроле не только у нас, но и Министерства образования, Министерства информации и коммуникации, вы понимаете, которые занимаются этими вещами. На контроле у премьер-министра, у самого президента Республики Казахстан. Поэтому, я думаю, таких вещей не будет. И вообще, я призываю наших уважаемых родителей несколько оптимистично смотреть на эти процессы. И всегда что-то, что новое, всегда немножко настораживает, пугает. Но я думаю, что это будет хороший опыт для нас, педагогов, для учащихся и для родителей. И еще один вопрос, такой интересный, правда, говорят, что вот это дистанционное обучение, это подрывает связь с социумом. Психологи будут работать с детьми, есть ли у них какие-то проблемы? Да, вы знаете, вот мы 16 марта начали обучать наши колледжи, студентов колледжа на дистанционке, они первыми начали. И мы, вот до конца марта, каждая школа получила пошаговую инструкцию, чем должен заниматься директор школы, завучи, каждый классный руководитель, предметник и психолог. Психолог будет работать также с детьми, которые требуют его внимания, либо же при звонке родителям на телефон, что необходима помощь, психологи у нас готовы, они об этом знают. Если какие-нибудь проблемы, родители могут... Надо, не только могут, а необходимо обратиться, позвонить психологу и попросить помощи. У нас психологи готовы. Скажите, пожалуйста, как вообще педагоги дают оценку в этой программе? Мне кажется, им очень сложно. Вы знаете, вот... Заниматься удаленно, где там 30 человек, ну 30 детей в разных концах. Я вас понимаю, но мы не должны забывать, что сейчас 21 век на дворе, и мы говорим все время о глобализации, мы все время говорим о цифровизации, мы все время говорим о новых технологиях. У нас принят закон о статусе педагога, который наконец-то утвердил его в глазах общественности, в целом населении. Я думаю, что педагоги не должны бояться. Я уверена в том, что наши педагоги не боятся, они понимают, что это форс-мажорное обстоятельство, чрезвычайные обстоятельства, которые присущи не только Республике Казахстан, но и в целом всему миру. На сегодняшний день, вы сами знаете, уже почти 147 стран, которые имеют дело с пандемией. Поэтому здесь, мне кажется, нужно, прежде всего, нужно понимание того, что это надо пережить спокойно, выполняя свои задачи. Об этом педагоги должны знать. И с пониманием отнестись к родителям. Конечно. В такое сложное время поддержать друг друга. Абсолютно правильно. Тем более, 2 апреля прошли родительские собрания. Это организовало Министерство образования и науки. В разное время для детей, для родителей, учащихся начальных классов, среднего, взаимостарших. Об этом велась беседа, что такое дистанционное обучение, как будут обучаться. И 3 апреля прошли классные часы. Я сама лично присутствовала, чтобы посмотреть, как классный руководитель объясняет своим детям, как они будут обучаться, что это будет, чтобы дети тоже у нас спокойно восприняли. Я думаю, что у нас очень здоровые, очень самостоятельные дети. Мне кажется, вместе с родителями, вместе со школы, мы спокойно пройдем, лишь бы не было паники. Мы справимся. Конечно. На этой позитивной ноте мы хотим завершить нашу программу. Дорогие телезрители, мы теперь встретимся в понедельник в 16.00. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова